Добрый день еще раз всем уважаемые коллеги, должна сразу покаяться, что я не готова не совсем то, что я бы вам хотела рассказать, но основные моменты, которые у нас получились по стабильности, я расскажу. Так как много информации уже прозвучало, базовых, то некоторые базовые, с базовым инструментом я пропущу. Итак, я бы хотела рассказать о структурных критериях стабильности макмазелонита по словам технофемного воздействия, это результаты работы по проектам в последние 4 года, и те очень сжатые, краткие результаты, без наполненности основными методами, которые мы получили. Так как здесь присутствует Даниэл Сленсон, с которым мы надеемся у нас будет совместное исследование, которое уже были начатое, то слайды, не спросите, они приготовлены на английском, но, конечно, мы будем говорить на ростах. Итак, ну это вы знаете, что мы пропустим, соответственно, наше подземное исследование в лабораториях, о котором уже говорилось, и что действительно очень большой объем исследований о свойствах пентанитов и о свойствах вообще поведения инженерных барьеров можно понять и провести только в условиях подземной лаборатории. Вот эта схема, это взято уже с сайта Росатома, нет, какие схемы наших экспериментов, собственно, наша будущая пент, которая в наших условиях, в российских, будет, перейдет уже в сохранение отхода. Ну, естественно, мы собираемся изучать там большим коллективом, пока это все только на бумаге, термальные свойства, изменение поведения порой воды, давление, трансформация и преобразование материалов в барьерах, коррозии материалов, собственно, барьеров, эрозию и так далее. Ну, естественно, да, выщелачивание лимблитов, холодный транспорт, потому что, как и ГЛС, действительно, для нас барьера – это прекратить миграцию, не допустить ее. Собственно говоря, почему Ирлик? Ну, название здесь видите, да, наша подземная лаборатория, а Ирлик – это, в том числе, король подземного мира, поэтому, вот, тура данного пока еще не зафиксирована, но, тем не менее, вот такое поэтическое название нашей подземной лаборатории, которая, как многие из нас надеются, наконец-таки будет построена. Вот, коллеги из Ирлиона подтвердят, что все-таки они даже ее, наверное, строят. Ну, в общем, мы все надеемся, что находит, будут решены технические вопросы, но мы себе сможем позволить решить очень интересные, комплементальные вопросы для прикладной отрасли, что я считаю, что очень важно. Итак, я буду говорить только касательно о кемтонитах. Три доказательных типа проектов полномасштабных, которые запланированы в лаборатории – это колонный транспорт, ну, так, ну, да, колонный транспорт, о которой я не буду говорить. Соответственно, эволюция материалов, барьеров более-более приближена к условиям современного, к тому, то есть это полномасштабные эксперименты. И, соответственно, газогенерация, эмиграция газа через барьеры, то, что сейчас очень обсуждается, так как пока в данный момент по концепции у нас на том моменте, на котором она существует в настоящий момент, в очень, правда, хлипком состоянии, но тем не менее, что пока этот материал – это углеволистая сталь, да, что это значит, углеволистая сталь, есть уже расчеты, которые позволяют судить о том, что газогенерация будет высокая, коррозия будет высокая, и, конечно же, материалы барьеров должны разрабатываться так, чтобы это предотвратить. Кроме того, что у нас эволюционная сталь, мы еще находимся, и с нашей биологической следой будут служить пистолетические массивы, в принципе, в настоящий момент рассматриваются две группы, ну, такие, как бы, генерации, да, которые мы посмотрим, пород, которые захораниваются, в первую очередь, линистые массивы, которые, конечно же, являются идеальной следой, потому что эмиграция равену блинов там практически снижена, ну, практически, да, очень снижена. И кристаллические массивы, у каждого из этого стороны есть свои плюсы и минусы, но, как бы, пока реальность такова, что мы работаем только на Нижний Ганский массив. Так, мы в работе, значит, мы изъялись пиритонитов, как основное сырье, а здесь представлены, значит, зырянские и десятые культоры, это месторождения российские, таганская, это Казахстан, даже суватинская, это как сырье, которое доступно на российском рынке, а также в наших исследованиях мы используем простые месторождения в Айове, МИКС-80 очень известный, мы его используем как реальность, как материал, потому что по нему сделано очень много экспериментов, мы можем сопоставлять свойства своих инканитов с тем, что уже, я считаю, сделаны люди в течение нескольких лет. Так получилось, случайно мы не выбирали, что те образцы для исследования, которые мы получили, они содержат одинаковое количество макмалиланита. Мойцы не подбирали, не подтасовывали, это с излом. Таким образом, мы можем сравнивать те результаты, которые мы получили на изменение свойств и так далее, мы можем действительно сказать, что это не связано с содержанием макмалиланита. В принципе, с содержанием макмалиланита, да, считается, что больше 70, это уже хорошо, но вот насколько, 70, 75, 80, 90, то есть по-прежнему идут дискуссии, потому что каждый макмалиланит это такой, как бы, отдельная личность и достойно, что-то отдельного рассмотрения, собственно, с самым характером, и поэтому в каждом едином случае выбор того или другого предела, он может быть совершенно индивидуальным. Были работы, наведутся работы, многочисленные в немецкой группе под руководством Штехана Калкута, у него несколько есть работ, которые посвящены, собственно, выбору критических условий, его так и называется, более подходящий, менее подходящий пентонит для использования, для изоляции радиоактивных отходов. И, в принципе, в настоящий момент, как вот и спрашивают Данилу, пентонитов нет. Итак, тема скритеного обмена, вы видите, что она достаточно разная, что, опять-таки, не связан на содержание макмалиланита, а связан именно с его структурными особенностями каждого макмалиланита в отдельности. Собственно, почему такое внимание к макмалиланиту? Сейчас картину я, опять, знакомлю презентации. Итак, два эксперимента, FIPH, который был в течение 18 лет, и IBM, который был в течение 5 лет, а это вот скорость коррозии, 10-14 ммкг в год, или 3-4, или 6-6, это есть от разных пентонитов в течение 5 лет. И те полномасштабные эксперименты, которые проходят, они до сих пор не дают однозначного ответа на вопрос, почему разная скорость коррозии, почему она разная у разных пентонитов, и, естественно, можно ли это как-то прогнозировать. Наш полномасштабный эксперимент, который, ну, пока в настоящий момент заложен в программу исследования FIPH похож на, по дизайну на проект IBM, он хорош тем, что, вот видите, от многих полномасштабных экспериментов мы решили дать себе возможность изучить сразу разные материалы, то есть это вот блоки пентонитов, которые так вот насаживаются, нагреватель, материал канистры, ну, имитатный материал канистры, пентонитовые блоки, так, вы видите, сейчас, соответственно, есть много датчиков, два блока, здесь будут одинаковые по составу пентониты, соответственно, основные материалы, которые мы можем использовать, ну, у нас точно уже 4 пентонита, которые есть на рынке, также, естественно, мы должны взять другие материалы, которые могут быть потенциально рассмотрены в условиях полномасштаба эксперимента, это, например, там, исторождение Торстана, это, может быть, какие-то смеси рассматриваются, а также между, здесь, значит, два нагревателя, первая часть эксперимента снимается через 3 года, а вторая через 6 лет, и между нагревателями, где не будет нагреваться, можно также заложить материалы маслиц, метрик маслиц, а также посмотреть, что будет происходить в условиях долгосрочного эксперимента. Ну, и так, что же, почему же и зачем это все? Как говорил Дэнил сегодня утром, что в результате всех полномасштабных исследований было выявлено, когда, что при температуре 135 градусов в условиях железной канистры некоторых из малилонитов, то есть, произошло нечто, чем до конца, как бы, нет объяснения, но в итоге, то есть, непонятно, вернее, происхождение вот этого малилонита, нового, да, вернее, смектита, то ли это железистый смектит или железистый сапонит, как показывал Дэнил. На некоторых образцах то, что мы проанализировали работы, которые уже опубликованы, это, возможно, все-таки железистый малилонит. И непонятно, почему, но такие причины привели преобразование, почему какие-то малилониты не претерпели никаких изменений, а какие-то претерпели. Ну, вот это образцы, которые тоже, благодаря содействию группы СКБ, мы получили ДСД, но, собственно, пока, что, с сожалению, нет, мы надеемся их там, не знаю, что делать, получить. Ну, и, может быть, нам было интересно выявить критерии, потому что, если мы сможем заранее предсказать, какие пентамиты будут более подвержены воздействию вот в таких условиях, то есть, это повышенная температура и железо, конечно, мы можем, например, тогда предположить, что вот такие, какие из них будут лучше, да, для захоронения, по крайней мере, для ближней зоны. Ну, и так, компактированные пентамиты уменьшаются, естественно, за счет особых свойств пентамитов. Видите, что при влажности 11%, это после извлечения, уже после компрессии, 45% влажности. Видите, что пользуясь вообще даже, которая там была, у нас все закрыты, здесь она практически уже закрылась и полистой стены нет. Итак, мы изучали процессы, которые могут происходить. Первый, естественно, гидротация, дегидротация. Эксперименты мы проводили при, в данном случае это приведено при щелочных условиях. Наш эксперимент, вначале наш проект начиналось изучение взгляния кислых условий, что я еще коснусь. И так, соответственно, у нас могут быть двухводные и одноводные, скажем, один-два слоя воды или один слой воды межлайдом-позрастные, что сказывается на особенности гидротации. И после проведения экспериментов в щелочи, что изменяется изменяется поведение эффекта, эффекта, который отличается за гидротацию, что что-то происходит с межлайдом-пространством, видимо, соответственно, сорбируется. Мы делали, соответственно, в калии, то есть сорбируется калий, а просто так закрепиться он не может, то, скорее всего, остается объем, но, тем не менее, мы переходим в некую безводную стадию, ну, частично, по крайней мере, но насколько это будет влиять на его стабильность, это исследование нам не позволит, пока в данный момент, пока еще сказать, насколько это будет сказываться. И мы провели исследование по влиянию, самая наиболее гидрессивная среда для гидротолитов является кислота. Естественно, мы обработали кислотой, обрабатывали на длительных условиях, потому что исследование показывает, что если обрабатывать мало оканцелировано кислотой и долго, то там будет происходить уже полимилизация алюминия и алюминиевых слоев, то есть у нас происходит какие-то новые, многое образование, но нам здесь было интересно именно обработать настолько, чтобы все ушло и разрушилось, чтобы понять, как это сказывается на структуру гидротолитов, но мы проводили эксперименты в разных экстрасах, азотной кислоты, в разное время, разная температура, сорбция, т-сорбция, цезиэстронция, а также, соответственно, ранние мухлиды, которые мы проводили исследование вместе с Инной Васильевной Захаровой и ее группой в множестве моментов использовали, и мы тут практически ей могут показывать результаты. Конечно же, все изменяется, мы нашли те индикаторные признаки по методу по термическому анализу фразоптероскопии, это, наверное, показывает изменения, которые были зафиксированы, ну и это будет снова первый взлом, потому что в нашей коллекции оказался бентонит, который очень сильно среагировал на изменения в этих условиях. Итак, что же произошло при обработке кислотой? И тут картиночки я взяла с презентации Анна Геннадьевича Калинычева, за что я вам большая признательность, потому что они очень красиво визуализируют то, что, в общем-то, я хочу сказать. Итак, патриэдрическая, если это как патриэдрическая, это патриэдрическая. И что для нас интересно? Для нас интересно, собственно, вот эти вот свободные холлаж-группы, эти холлаж-группы, которые нас смотрят на проковые сколы, в итоге при обработке кислотой в первую очередь происходит вымывание условий катионов, занятие их, замена их на протоны, ну и вымывание холлаж-группы, холлаж-группы, которые приводят тоже к большому количеству изменений в структуре. Итак, что же у нас может влиять на вот эти преобразования и, собственно, стабильность? В первую очередь, как нам казалось, должен влиять заряд. Заряд с натурой, то есть, которая может быть преимущественно в холлаж-группах, мы говорим о холлаж-группах, преимущественно в них все-таки заряд в октайдрах, но какая-то часть может быть в октайдрах. Естественно, в первую очередь, это который вот алюминий у вас есть, но насколько будет влиять заряд тетраэдров, то есть, предполагалось, что с увеличением заряда в тетраэдрах они будут терять свою стабильность быстрее. Мы изучили их внимательно подробно, изучили особенности заполнения октайдров, составив локимические формулы, комплексы методов и предположили, что уходит вот такая последовательность, которая связана с особенностью количеством замещений, что с увеличением в принципе количества структурных замещений, стабильность в полилайоне будет теряться, и в том же направлении у нас изменяется строго-последовательный на слоевый заряд, и также мы предполагали, что с увеличением заряда стабильность будет падать. И в том же соответственно направлении у нас изменяется объем структурного заряда, то есть зарианский, это не зарианский, это зарианская, таганская, десятый кутер, даже салопинская. Так, зарианская предполагали, что она будет наименее стабильная, затем пойдет даганская, десятый кутер, даже салопинская. Но, однако, природа оказалась не такова. И в принципе большинство работ, которые связаны, которые объясняют изменения при кислотной активации, они именно на этом основаны. То есть количество замещений, свою зарядку и процентов термического заряда. Но оказалось, что все не так. И основным структурным фактором, отражающим стабильность, оказалась ориентация октаэдров во время формирования октаэдров по трансфакантному и цисфакантному мотиву. трансфакантному это октаэдрическая сетка. Они у меня отвечают тем, что у вас группы трансфакантная структура находится близко друг от друга, цисфакантная и так далее друг от друга, что сказывается на особенности их дегидоксилаза, то есть разрушение потери этих у вас групп и приводит к разной температуре термоэффекта. То есть у трансфакантной структуры это примерно вот 500-550 градусов, у цисфакантных это соответственно 650 градусов. Как считается, что условия, которые кислот, кислоте, условия, которые щелочи будут по разному влиять и стабильность будет разной. Однако все получилось не так. В итоге мы выяснили, что этот фактор действительно является самым решающим и наши пентамиды расположились по количеству по содержанию аксисфакантных тальков. Ну, здесь не приведем даже в отельское мосторождение это ташковское. В нем присутствует еще также элип, который повышает несколько стабильность и в большей степени здесь влияет присутствие органического лиода, который создает вот такие пленочки на поверхности частиц и защищает их от внукового воздействия. Ну, и так, таким образом оказалось, что собственно саму стабильность мы определяли по количеству выхода катиона, то есть по разрушению структуры мы фиксировали по разрушению по количеству выхода катиона в раствор по сравнению с первоначальными. И так, в итоге получилось, что вот они теперь располагаются вот так, объяснили десятый футер сам устойчивый к термохимическому воздействию, при этом мы провели эксперименты как в кислоте, так и в щелочи, и все закономерности они полностью соответствуют. Десятый футер наиболее стабильный, дальше даже смахминский, в котором присутствует некоторое количество месторождение. Это еще не цис-ваканты, но у них, в смысле, еще не транс-ваканты, но у них есть разные температуры, и присутствуют актетерические сетки, которые разрушаются при меньшей температуре. Таганский это ой, здесь наоборот, Зырянский. Зырянский вот сюда. Следующий идет Зырянский, Зырянское месторождение, хотя предполагалось, хотя Зырянский более железистый и предполагалось, что он менее устойчивый, но однако практика показала, что это леда, Зырянский более устойчивый, чем таганский, хотя железов немного, и это условно тем, что он содержит смесь цис-вакантных и транс-вакантных октаидров в структуре махмолиламиды, и поэтому он оказывается более устойчивым. И менее устойчивый к термохроническому воздействию оказался таганский, у которого преимущественно транс-вакантный салют. Почему это раньше не было обнаружено, потому что вообще такая последовательность, и почему может быть раньше об этом не задумывались, потому что транс-вакантных сметитов очень мало, бетанитов, которые содержали транс-вакантных махмолиламидов. Поэтому нам опять-таки так повезло, что они у нас образы не только с одинаковым содержанием махмолиламидов, но и еще очень рады содержанию того фактора, которого мы в настоящий момент считаем ключевым для изучения стабильности махмолиламидов в технокенах условиях. Ну и за это время мы посетили месторождение 10-го хутера Тарславинского и Японское, в том числе подземное, единственное в мире вообще существующее месторождение бетанита рубелина, которое добывают подземным способом, то есть вот совершенно уникальный, невозможный вообще в других странах. Начали работать совместно с лабораторией Блинзеля и Аспер, а также есть некоторые работы намерки на работу спасибо. Ну и спасибо за внимание. Спасибо, пожалуйста, вопрос. Пожалуйста, в дальнейшем в этих условиях вы будете обрабатывать свои бетаниты и они в операцию в состав раствора в возрасте да, это хороший вопрос, я не стала это включать сейчас в доклад, у нас действительно ведутся сейчас эксперименты, эксперименты в модельной воде массива соответствующим составом, мы выбрали разную температуру, температура у нас 90 и 120 градусов, не 90 и 140, потому что в настоящий момент ведутся работы по возможности доработки концепции и возможности увеличения температуры, которая может возникает на границе на внешней поверхности канистры и естественно не в таких то есть эти экстремальные условия это были именно такие условия для того, чтобы понять, что происходит собственно с мореволитой, а так это модельная вода массива и кислотность у нас 3,7 и 11 если я правильно сейчас помню, 3,7 и 11 3,7 и 10 3,7 и 10 вата массива примерно все-таки около 7 но чтобы опять-таки задействовать еще другие условия для ваш мы взяли эксперименты 3,10 эксперименты ведутся сейчас эксперимент длится уже примерно 4 месяца то есть под Новый год мы снимем первый эксперимент следующий у нас останется еще на год и на два ну и дальше сколько нам там позволит и так же эксперименты на контакте с материалами цемента в сталью это уже тоже поставлено следующий вопрос а почему прежде вашей обработке калия усложнилась жизнь за счет действия калия это специфический натрия натрия талия оно не настолько специфическое как вы думаете то есть оно конечно специфическое если бы это были геологические условия специфический состав раствора если бы это было долгое время воздействия давления то тогда да тогда действительно он мог бы закрепиться в целом в таких условиях учитывая что заряд структуры мы проверим но не ожидается что он изменится это только челочность то мы ожидаем что калия будет обмен почему калия потому что это самый агрессивный понятно что натрия мы особенно не испортим то есть нам интересно что взять именно наиболее агрессивное условие чтобы посмотреть чем максимально можно его испортить ладок 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 ну мы ограничились азотный азотный нет у нас были эксперименты вот совместно с Марией Николаевной Айкиновой у нас были эксперименты еще с Ашплором и по-моему Абвайс А4 а? спасибо спасибо